МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ в студии Панао и Сембекова. Сурдоперевод Марата Шмайбекова. Сегодня в выпуске. Новые законы. С начала года увеличились зарплаты и пенсионные выплаты. Современные технологии. В многопрофильной областной детской больнице появился мощный компьютерный томограф. Все на выборы. 1053 избирательных участков Алматинской области готовы к предстоящим общереспубликанским выборам. Ряд новых законов вступили в силу с 1 января в стране. Теперь такие выплаты, как пенсия, заработная плата, выдаются по новой системе. О важных изменениях в социальной сфере смотрите в материале сюжета. Главная новость нового года – увеличение заработных плат. Уже с января оклады учителей выросли еще на 25%. Это изменение касается не только школ, но и педагогов детских садов, колледжей и вузов. Кроме того, как указано в законодательстве, учителя дополнительно получат от 30 до 50% заработной платы в зависимости от квалификационной категории. Заведение дисциплины на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство – также предусмотрены доплаты. С 1 января размер пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за трудовой стаж также вырастет на 7%. По новому законопроекту, вносимому в республиканский бюджет, установлена минимальная зарплата – 42 500 тенге. Минимальная пенсия по возрасту – 43 272 тенге. Данные повышения коснулись свыше 2 миллионов пенсионеров. Одно из самых ожидаемых нововведений – снятие пенсионных накоплений. Народ с нетерпением ждал реализации этой инициативы президента. В нынешнем году казахстанцы могут снять часть своих пенсионных накоплений на лечение, решение жилищных проблем и для передачи в другие финансовые институты. Правда, с оговоркой – это могут сделать лишь те, кто имеет на счетах определенное количество денег, рассчитанное для каждого определенного возраста. Граждане, претендующие на использование пенсионных накоплений, делятся на три категории. Первый заключается в том, что работающим гражданам, имеющим накопление в едином накопительном пенсионном фонде с суммой, превышающей достаточный порог, в соответствующем возрасте предоставляется право воспользоваться частью накоплений. Таких граждан в стране около 760 тысяч. В среднем на одного человека приходится 2,3 миллиона в тенге. Определенная сумма должна остаться на счете вкладчика. Вторая категория – пенсионеры. Они могут получить 50% пенсионных накоплений. Для этого сумма в пересчете на базовую пенсию и доплату со стороны государства должна быть не менее 40% от предпенсионного дохода. Таких казахстанцев около 170 тысяч. В среднем на каждого по полмиллиона тенге. К третьей категории относятся граждане, оформившие пенсионные аннуитеты, имеющие накопление в ЕНПФ. Там в среднем на каждого из 23 тысяч человек приходится по 2,5 миллиона тенге. По расчетам Министерства труда и социальной защиты населения, предельный размер средств, которые должны быть собраны для 30-летних граждан, составит 2 миллиона 518 тысяч. 2 миллиона 518 тысяч для 30-летних. Для 35-летних 2 миллиона 961 тысяча. 40 лет 3 миллиона 437 тысяч. 45 лет 3 миллиона 947 тысяч. 50 лет 4 миллиона 495 тысяч. 55 лет 5 миллионов 84 тысячи. Для личных в возрасте 59 лет и старше 5 миллионов 586 тысяч тенге. В выплатах единовременного пособия тоже произошли приятные изменения. Теперь на рождение первого, второго или третьего ребенка казахстанским мамам выплатят 110 тысяч 800 тенге. После рождения четвертого ребенка семья автоматически становится многодетной. И роженицы единовременно выплатят 183 тысячи 700 тенге. Это на 8 тысяч 700 тенге больше, чем в прошлом году. Возрастут и ежемесячные пособия многодетных матерей. На четверых детей 46 тысяч 700 тенге. Когда в семье пятеро ребятишек, то пособия будет достигать 58 тысяч 400 тенге. На шестерых детей многодетные матери получат до 70 тысяч 100 тенге. Руслан Румуханбетов, телеканал ЖИЦУ. 1053 избирательных участка подготовлены в Алматинской области к предстоящему голосованию. Напомним, 10 января пройдут общие республиканские выборы в депутаты Маслехата и Мажелиса парламента. Насколько Талткурган в период пандемии подготовлен к предстоящему голосованию, узнаем из материалов сюжета. Избирательный участок номер 1004 расположен в девятой школе. К нему прикреплены свыше 2300 жителей микрорайона Каратал. В избирательном участке подготовлено также место для людей с инвалидностью, где они смогут ознакомиться со всей интересующей их информацией. Также предусмотрена возможность голосования на дому. Голосование начнется в 7 утра 10 января и продолжится до 8 вечера. Оно будет проходить с соблюдением всех норм карантинного режима. Избирателям, решившим голосовать на дому, нужно будет связаться с нами по номеру телефона, который указан в объявлениях, имеющихся в каждом подъезде. К жильцам прибудут члены избирательного участка со специальной урной для голосования. Отдать свой голос можно в участке, которому избиратель прикреплен по месту жительства. Для тех же, кто в день голосования не будет находиться дома, предусмотрена возможность получить открепительный талон, благодаря которому можно будет голосовать на другом избирательном участке. Четыре участка считаются закрытыми. Это областная больница, областная многопрофильная больница, анкодиспансеры, военный городок 55-14. Кто-то получает открепительные талоны, кто-то ищет свою фамилию, где голосовать. У нас работает колл-центр. Туда уже обратились около тысячи избирателей. Они спрашивают, где я буду голосовать, на каком участке, по какому адресу. На свои вопросы они получают ответы. В связи с эпидситуацией все избирательные участки оснащены сансредствами. Имеются маски, халаты, перчатки и дезинфицирующие вещества. На сегодняшний день в Толдукургане зарегистрировано почти 130 тысяч жителей, являющихся совершеннолетними гражданами республики и определённых в качестве избирателей. Для них подготовлено 58 избирательных участков. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, Телеканал «Зицу». Все на выборы. Старшее и молодое поколение областного центра призывают, ЖТСУСцев отдать свои голоса в выборе депутатов Мажелиса, парламента и Маслихатов. Восьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы пройдут 10 января 2021 года. К слову, все участки уже сформированы. Гражданам остаётся сделать правильный выбор. До выборов осталось меньше недели. Уроженец Аксусского района, ныне житель города Талдкурган, Булакби Султанулы, считает, что проголосовать на выборах – это не только право каждого казахстанца, но и гражданский долг. Так он считал и более полувека назад, когда голосовал ещё в советскую эпоху. 79-летний Аксакал и на этот раз тщательно изучил все предвыборные программы партии и уже готов отдать свой голос. Конечно, перед выбором я внимательно посмотрел программы пяти партий. Хотел бы отметить, что каждая из них ответственно отнеслась к выборам. Подняты очень важные темы и проблемы, предусмотрены их решения. Свой выбор я уже сделал, так как наша общая цель – это процветание страны. Призываю всех голосовать. Молодёжь области также не остаётся в стороне. Начальник отдела областного центра обслуживания молодёжи Нуркин Куйшибаев участвует в выборах первый раз. Будущее в наших руках, уверен молодой активист. Если дано право выбирать, дана возможность сделать жизнь лучше, то мы обязаны прийти на выборы и проголосовать за достойного кандидата, заверяет Нуркин. Быть дома и не участвовать в выборах, я считаю, очень безответственно. Мы, как сопереживатели будущего страны, должны проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах. Конечно, я сделал своё решение, и своих друзей и молодёжь области призываю не быть равнодушными. Узнать номер своего участка и его адрес можно посредством сайта jtsu.sailao.kz. Всё, что для этого нужно, это просто ввести свой ИИН. И на экране появится вся необходимая информация. Пана Усимбекова, Мадиб Айбосынов, телеканал ЖТСУ. Желание, идея, цель. Свыше трёх тысяч инициативных жителей смогли открыть своё дело в Алматинской области. Хорошим подспорьем для начинающих бизнесменов стала госпрограмма «Бизнес-постал». Толкота Бишев – один из них. Мужчина долгие годы не мог найти подходящее занятие. Проработав в нескольких учреждениях, он осознал – надо работать на себя. Пройдя четырёхмесячные курсы и защитив проект, он открыл собственное СТО. Пока обороты относительно небольшие, в день они ремонтируют до пяти автомобилей. По проекту «Бизнес-постал» предприниматель получил кредит 550 тысяч тенге на закуп необходимого оборудования и инвентаря. Теперь и у жителей областного центра есть ещё одно место, где они могут получить качественное сервисное обслуживание своих железных коней. «Летом я был на приёме у Акима Алматинской области Амандыка Баталова. Рассказал ему о своих проблемах, то, что не могу найти работу. Тогда он посоветовал мне пройти обучение по «Бизнес-постал» и заняться собственным делом. Его слова меня очень воодушевили. Теперь я знал, что должен делать дальше. Прочитал в интернете про госпрограмму, разузнал всё, подготовил проект – и вот я бизнесмен. Сейчас я занимаюсь любимым делом, получая при этом хорошую прибыль». Около 50 детей появилось на свет в Алматинской области уже в новом 2021 году. Ночь с 31 на 1 января сотрудники областного перинатального центра города Талткурган по традиции встретили на рабочем месте. Благодаря их квалифицированной помощи в первый день Нового года в этот мир пришли ещё 10 малышей. Макпал Муканова и Дарья Аскарбек этот Новый год запомнят на всю жизнь. 1 января у обоих девушек появились долгожданные сыновья. 28-летняя Макпал прибыла в роддом уже со схватками. Врачи провели экстренное кесарево сечение. Так на свет появился малыш Музафар. Сейчас и мама, и сынок чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке. Я родила 1 числа своего сына. Мы назвали его Музафар. Мы очень счастливы, что именно 1 числа Нового года. Дай Бог всем счастья такого. Дома нас ждут муж, дочка, которой 4 годика. В ночь с 31 на 1 января в роддоме по графику дежурила бригада медиков в составе 5 акушер-гинекологов, 2 врачей-неанатологов и 1 анестезиолога. И, конечно, средний медперсонал. Благодаря их слаженной профессиональной работе все роды прошли успешно. В областном перинатальном центре города Талтыкурган ночь с 31 на 1 число Относительно прошла спокойно. Родилось 10 детей, 7 из них мальчиков и 3 девочки. Одно было кесарево сечение в экстренном порядке, и одна операция была в плановом порядке за этот день, 1 число. Сейчас в данный момент все женщины выписаны, остались только 2 женщины после оперативных родов. Состояние детей, состояние матерей, всех удовлетворительных. В 2020 году в областном перинатальном центре родился 6671 ребенок. По статистике и нынешний год должен стать плодотворным, ведь уже в первые дни Нового года на свет появилось около 50 малышей, в том числе одна двойня. Надежда Белова, Аблай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ. Отныне для маленьких пациентов многопрофильной областной детской больницы города Талткурган проблема компьютерного обследования решена раз и навсегда. Новый КТ-аппарат современного класса здесь появился в канун Нового года. О его преимуществах и особенностях работы с несовершеннолетними пациентами расскажет наш корреспондент, побывавший на презентации медоборудования. На планшете установлено программное обеспечение, которое позволяет ввести как данные пациента, так и данные об исследовании, что мы хотим сделать, то есть что позволяет максимально долго находиться рядом с пациентом. Современная мощная 128-срезовая КТ-система, специальные режимы для исследований в педиатрии, минимизированный рентген излучения и время исследования. Это лишь часть характеристик компьютерного томографа, появившегося на базе многопрофильной областной детской больницы города Талткурган. На его приобретение из местного бюджета было выделено порядка 400 миллионов тенге. Как отмечают врачи клиники, новый КТ-аппарат раскрывает для них большие возможности при лечении маленьких пациентов, а значит, повысится и качество медуслуг. Благодаря 128-срезному компьютерному томографу, теперь наши врачи смогут проводить тщательное обследование детей. К тому же наличие собственного аппарата значительно сэкономит драгоценное время для их лечения. Помимо компьютерного томографа, кабинет оснащен и другим оборудованием. Это аппарат ИВЛ, необходимый для обследования пациентов в тяжелых состояниях, мониторинг пульса и сатурации, а также другая вспомогательная медтехника. К слову, в Алматинской области уже имеется 16 КТ-аппаратов. Есть он и в новой инфекционной модульной больнице. Данное оборудование позволит своевременно диагностировать заболевания у детей, позволит оказывать необходимую высококвалифицированную медицинскую помощь и тем самым спасет жизни наших малышей. Хорошо, что у нас теперь не надо будет детей вывозить в другие медицинские организации области или города. В рамках ГОБМП это бесплатная помощь, диагностическое исследование будет, диагностическая услуга. У нас обеспеченность 100% на компьютерном томографе составляет по области. В настоящее время в многопрофильной областной детской больнице проходят лечение более 110 ребятишек. Ежедневно из 30-40 поступивших с различными травмами детей госпитализируют почти половину. С новым КТ-аппаратом их лечение пройдет на порядок быстрее. Ульмира Тимиргалиева, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Считанные дни остались до 10 января 2021 года. Даты проведения объединенных выборов кандидатов. Депутаты в мажилиз парламента и местные маслихаты. Проявить свою гражданскую позицию, сделать правильный выбор для будущего нашей страны призывают казахстанцев представители разных профессий. Стоит отметить, в Алматинской области действует свыше 1050 избирательных участков. Среди них и номер 1011 избирательный пункт, в котором отдать свои голоса смогут пациенты и медперсонал областной больницы в городе Талдыкурган. Напомним, это восьмые в истории страны парламентские выборы с участием пяти казахстанских партий. Я, как сознательный гражданин, переживаю за будущее нашей страны и призываю граждан провить свою гражданскую активность и отдать свой голос 10 января, сделать свой выбор. Восемь человек спасли от мороза на трассах Алматинской области за последние два дня. Самоуверенные водители выехали, несмотря на СМС-рассылку, и в итоге оказались в снежном плену. Об этом сообщили в департаменте ПАЧС Алматинской области. Первый инцидент произошел 4 января на автодороге республиканского значения Ушарал-Досток. Три грузовые машины с тремя водителями не смогли самостоятельно выбраться из снежного заточения. Позвонив по нужному номеру, через некоторое время прибыли спасатели. Второй случай произошел сегодня в 4 утра. Легковая машина марки «Исузу» застряла на участке Сарыколь Харатальского района. В салоне автотранспорта находились 5 человек. По аналогичному сценарию они позвонили на 112 и попросили помощи. Ввиду нулевой видимости, порывов ветра, которые достигали 30 метров в секунду, высокого снежного покрова до 2-3 метров, передвижение сил подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям составляло 1-2 км в час. Несмотря на это, принятыми меры и благодаря усилиям спасателей с применением специальной техники, застрявшие в сезонном заносе граждане были найдены. Видео, на котором женщина ругается с сотрудником полиции, в Актау появилась в Казнете. В ДП Мангисталской области отреагировали на произошедшее, сообщает закон КИЗ. Женщина на видео обвиняет стража порядка в том, что он не пропустил ее на пешеходном переходе, передает Лада КИЗ. В пресс-службе департамента полиции области заявили, что привлекли полицейского к ответственности. По данному факту составлен административный протокол по части 1-й статьи 600-й кодекса Республики Казахстан об административных нарушениях. 10 детских домов закрыли в Казахстане с начала года. Причина внезапного расформирования учреждений весьма неожиданна. Нет сирот. По официальным данным Министерства образования, только за последние 4 года количество воспитанников детских домов сократилось на 42%. Для того, чтобы матери не отказывались от своих новорожденных детей, существует проект «Дом мамы». Женщины, оказавшиеся в сложной ситуации, на время получают бесплатное жилье, питание и медицинское обслуживание. Благодаря таким мерам ежегодно количество детских домов сокращается. Они трансформируются в центры поддержки семейного типа. В Казахстане все еще работает 101 детский дом. И вполне возможно, что в скором времени и эта цифра еще пойдет на спад. 149 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявили в Атраусской области, сообщает корреспондент Хабар-24. Общее число инфицированных там приблизилось к 14 тысячам. Как сообщили в областном управлении здравоохранения, более 200 человек получают лечение дома. Еще свыше 100 пациентов находятся в инфекционных стационарах. Число зараженных на месторождении Тенгиз превысило 700 человек. Однако, по информации Минздрава, регион вышел из красной зоны под темпом распространения коронавируса, в которой находился более двух недель. Теперь область перешла в желтую зону. Также в ней сейчас находятся столица Алматы, Акмулинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская области. Все остальные регионы в зеленой зоне. Правительство Великобритании вводит третий жесткий карантин на всей территории Англии и закрывает школы в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации и растущей угрозой переполнения больниц. За период пандемии число заразившихся превысило 2,5 миллиона человек. Несколькими часами ранее общий национальный карантин был объявлен и в соседней Шотландии. Статистика в этой стране за период пандемии 135 тысяч заболевших. Жесткие правила изоляции будут действовать как минимум до конца января. Специалисты Белькенского университета в Турции разработали прибор, который способен диагностировать коронавирусную инфекцию COVID-19 за 10 секунд. Об этом говорится на сайте университета. Прибор, который получил название «Диагновир», выявляет коронавирус на основе образца слюны. Проба смешивается со специальным раствором и помещается в прибор. Как отмечается, процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора. По заявлению ученых, во время исследований прибор показал эффективность в 99%. Узбекистан отказался от паспортов. Их заменят национальные ID-карты. Отмечается, что пока ID-карты будут выдаваться в первую очередь лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при его утере, окончании срока действия, либо желании заменить имя, отчество, фамилию или национальность. Это продлится до 31 декабря 2022 года. А с 1 января 2023 обмен внутренних биометрических паспортов станет обязательным для всех. Кроме того, ID-карты будут выдаваться сроком на 10 лет и будут действительны только на территории Узбекистана. Год Олимпийских игр настал. Алматинская область, имеющая 8 лицензий, во всеоружии готовится к самому главному первенству планеты. В этом году спортивное сообщество региона усилит тренировки во всех видах спорта, так как впереди запланирован целый ряд лицензионных чемпионатов. А это еще один шанс завоевать путевку на Олимпиаду. Прошлый год для спортивной дружины Алматинской области можно смело назвать успешным. Всего за 2020 год семереченцы завоевали на разного уровня соревнованиях 853 медали. Около 300 из них золотого достоинства. Новый 2021 год станет для спортсменов годом вызовов. Ведь остался последний шанс завоевать Олимпийскую квоту. От Алматинской области претендуют на лицензию по меньшей мере еще 5 кандидатов. Прошлый год для всех спортсменов был тяжелым. Многочисленные карантинные меры, остановка тренировок повлияли на результаты. Однако мы по-прежнему в числе лидеров. Предстоит много работы как и нам, так и нашим землякам. Так в Алматинской области претендуют на Олимпийские игры, велогонщики, атлеты, тяжелоатлеты и многие другие. Для них мы создадим все условия для достижения цели. Если они отлично выступят на международных чемпионатах, то они смогут пополнить копилку Житасуцкого края новыми победами. А для кого-то этот год станет временем достижения новых вершин. Наши спортсмены выступят в этом году в 12 самых крупных спортивных событиях. Это и азиатские игры, и универсиады, и международные чемпионаты. Ковид-19 застал нас расплох, но из-за этого даже, как я спортсмен, почувствовал то, что Олимпиаду передвинули на целый год. И это еще дает нашим спортсменам еще одно преимущество на целый год, чтобы подготовиться лучше, узнать своих соперников. И даже тем, кто не отобрался, им еще предстоят лицензионные турниры. Хочу пожелать им удачи. В планах спортивного управления не только продвигать уже именитых спортсменов, но и развивать детско-юношеский и массовый спорт. Открытие новых спортивных объектов даст виток развития новым возможностям. Год обещает быть интересным. Алексей Цуя, Блэк Утыкбай, телеканал ЖТСУ. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин